Вот с изъянами посадки, да, сталкиваются все, и портные, и те, кто что-то вяжет, и, естественно, мы все, кто занимаемся одеждой из войлока. Ну, вот здорово, когда у вас или у ваших заказчиков идеальная модельная фигура, без особенно объемных форм, и даже вещи, облегающие из трикотажа, на такой фигуре сидят вот просто без лишних складочек, морщиночек, ничего лишнего не подчеркивают, потому что этого лишнего нету, да, нигде ничего не сборется, нигде ничего не тянется. Или вот, допустим, ну вообще трикотажные вещи, более свободные, не только классического, там, боха стиля. Ну, с трикотажем проблем нет никаких, особенно при идеальной фигуре. Ну, относительно идеальных фигур, вот за это видео не жалуйтесь на меня на YouTube и в социальных сетях, потому что это все-таки античные статуи, это классика. Фигуры идеальные, вот эталоны идеальные, да, если на мужчин с пропорциями Аполлона Бельведерского легко можно купить одежду в магазинах, и она будет действительно нормально, хорошо сидеть по фигуре, особенно одежда таких вот устоявшихся брендах. То есть вот тут вот все в порядке, то женщинам с прекрасной женственной фигурой Венеры Милоской подобрать идеальную одежду в магазине или вшить ее идеально по выкройкам готовым из журналов уже сложно, потому что эталон пока еще застроен на очень худеньких и очень высоких моделей, да, у которых нет особых выпуклостей, да, особых форм таких, больше впуклостей. Ну, красивые девушки, все замечательно, все, но тем не менее, ведь это же тоже красивая фигура, изумительно красивая, но даже на такую фигуру сложно сделать идеальную вещь, особенно из войлока, когда вы не учились шить раньше. Вообще я всех призываю войлочников к тому, если вы не умеете шить, учитесь по книгам, по курсам, уделите этому внимание, потому что тогда вас ждет в войлоке большое и прекрасное будущее. Этому надо учиться. Это как бы вот сейчас так много курсов, и я всегда говорю, освоите, вам станет намного легче. Ну, во-первых, много чего еще другого сможете делать, но вот в одежде, ладно, да, предысторию, в одежде вот берем простой силуэт, прилегающий, вот приталенное платье, да, без рукава, допустим, вот этот же силуэт, это по сути приталенный там или полуприталенный может быть жилет, добавьте рукава, будет жакет. Но хочется, чтобы гладенько вот это все облегало фигуру, чтобы это было аккуратненько по спинке, чтобы это было спереди. И важно ведь в одежде, да, ну, комфорт человек испытывает, да, когда он может двигаться там в разные стороны, неограниченность, но для женщины особый комфорт, когда она подошла к зеркалу или увидела себя на фотографии или видеозаписи, допустим, и понимает, что ничего нигде не сборит, все сидит прекрасно, все так, как должно быть. Фигуру стандартную или нестандартную одежда должна украшать. Но, тем не менее, бывает масса как бы таких вот моментов, ну, естественно, мы говорим о тех моментах, которые не предусмотрены фасоном изделия, да, потому что, ну, бывают там складки, драпировки, которые вы заранее как дизайнер решили сделать. Это отдельная тема, мы их не будем разглаживать и распрямлять. Ну, вот, допустим, как бы могут появляться самые разные там складки, провисания какие-то, вытягивания. Ну, то есть, понятно, это называется всегда вещь сидит плохо. Вот мы попробуем сейчас несколько самых таких вот примеров разобрать. Вот, допустим, косые складки в области проймы, да, очень распространенный момент, причем он бывает и на жилетах, и на жакетах, и на платьях, вот как бы чуть-чуть повыше, да, линии груди, вот эти вот складочки такие. Ну, это, во-первых, нарушен баланс изделия и плечо, неправильный угол плеча заложен сразу в выкройке швейной или в выкройке в шаблоне войлочном. Вот это надо. Значит, соответственно, это надо корректировать на стадии шаблона. Причем часто очень в швейных изделиях это корректируется по линии спинки, а в изделиях валеных просто надо чуть-чуть увеличить угол плеча. Вот. Следующий у нас момент. Вот такие бывают заломы в боковых швах. Кстати, очень некрасиво смотрится вещь, когда в плоскости у вас, допустим, на рабочем столе лежит. Все нормально, когда надеваете ее на себя или на манекен, или на заказчика, вдруг понимаете, что, ну, вот что такое, откуда пошли эти сплотки. Распространенная проблема – это излишек в боках. То есть неправильно построена выкройка, соответственно, из-за этого неправильно построен шаблон, выложена по линии талии, неправильно сделана. И если это войлок, неправильно задано направление раскладки по линии талии на переходе к груди или к лопаточной области на спине. То есть вот это регулируется двумя моментами. Это отработка шаблона и изменение раскладки. Потому что дальше, когда вот уже готовую вещь такую сделали, это сидит плохо, ну, вы можете подваливать, но у вас будет увеличиваться плотность, увеличиваться неравномерно. То есть вы просто эту ошибку исправляете уже к следующей вещи. То есть тут надо набираться опыта. А потом, ну, вот как бы следующий момент, да, полочки изделия расходятся к низу. Не вот когда запланировано, да, что, ну, полочки расходящиеся, да, как бы так вот специальный фасон, а должны быть ровно, да, находить одна на другую абсолютно. А они от линии груди к низу вот разъезжаются и все, и не знаете. Вот тут вот чуть-чуть должна быть изменена линия плеча. Вот в валеном изделии, если в швейном можно подшить, в валеном изделии можно подвалять плечевую область или можно сделать имитацию шваб всех дышов на войлоке, тоже можно сделать. Смотрите, иногда это даже может быть какая-то такая вот там игривая деталь отделки получится. Вот. И еще может быть такой момент, что вот валяли, 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 а потом где-то потянулись, сделали, неправильно провели влажно-тепловую обработку. Вот этот момент тоже может быть. Это может быть такая ошибка. Если неправильное ВТО проведено, значит намочили все заново и подваливая пытаемся выравнивать эти полочки. И самое главное, вот тут важно уделить внимание именно плечам. Следующий у нас момент. Допустим, сделали полы. Вот это, кстати, войлоки. Я помню первые свои жакеты, ну там, одиннадцатилетней давности. Так трудно было согласовать, чтобы полочки были абсолютно симметричные, да. Ну, если в шитье, да, как-то все это, ну, подкраивается, подрезается, да, ну, соответственно, в валянии мы можем это только подваливать. Иногда, если ситуация особо критичная, мы можем тоже подкроить что-то. Вот. Так, секундочку, я отвлекусь тоже. Так, 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 так. Ну, вот, соответственно, как бы, да, иногда бывает нужно и подкроить, но чаще приходится это дело подвалять. Но, опять-таки, вопрос сразу, проблема возникает на стадии шаблона и выкройки и на стадии раскладки. Потом вот такой дефект регулировать крайне сложно. Можно, желательно, вещь высушить полностью. Полную влажно-тепловую обработку не проводить. Высушить, сбрызнуть слегка водой комнатной температуры. И с помощью махрового полотенца можно подваливать, подкатывать ту полочку, которая больше, при этом одновременно подрастягиваю ту, которая меньше. Но я боюсь, что если вы на стадии вот выкройки, шаблона и раскладки допустили ошибку, как вы не будете это дело в дальнейшем выравнивать, эта ошибка все равно этот дефект посадки так или иначе будет вылезать в дальнейшем. Так, дальше. Короткая спинка вот из тех вопросов, которые задавали. Ну, короткую спинку можно, конечно, вытягивать. Чаще всего это возникает из-за того, что по линии талии нарушена схема раскладки. И поэтому войлок, да, он будет усаживаться, он будет вздергиваться вверх. Чтобы по мере эксплуатации этот дефект не усугублялся, спинку хотя бы до серединки имеет смысл посадить на подкладку. Вот. Ну и опять-таки шаблон, шаблон, то есть как бы по меркам шаблон надо менять. Причем тут как бы очень сложный момент такой есть. Вы можете, допустим, не зная, не имея в этом плане опыта достаточного, просто удлинить спинку книзу, при этом не отрегулировав направление раскладки, и у вас вылезет, начнет отставать воротник сзади. Да, вот линия горловины сзади начнет отставать. Вот чтобы этого не было, ну, во-первых, с выкройкой, да, вы, допустим, взяли готовую выкройку, да, сами строить не умеете, взяли готовую выкройку, раскроите ее из какой-нибудь простенькой дешевой ткани, из какой-нибудь там, я не знаю, хбшки, самой-самой-самой дешевой, и попробуйте на себе или на манекене, как сметанное, да, вот это раскроенные детали сметанные, как они сидят. То есть вы на себе сразу это увидите, и уже из откорректированной выкройки тогда вы будете строить шаблон. Вот это такой вариант, который может помочь. Есть вариант, то же самое может быть и с длинной спинкой, да, то есть как бы может быть провисание спины, да, то есть, ну, как вот, допустим, заломы, да, боковые могут быть и спереди, и сзади, да, это такой момент. Вот, потом, вот вариант, узкая спинка, да, узкая спинка обычно между лопаток, да, еще по линии талии может давать вот такие натянутые складки, причем для войлок это особенно плохо, потому что если эти складки вот вы носите постоянно, да, они фиксируются, войлок запоминает это. И потом их будет даже утюгом нормально не вернуть в полноценное, в такое естественное состояние. Что вот тут вот делается сразу? Если вы валяли, валяли, валяли вещи, надели и видите, что вот такое получилось, делаем жесткую влажно-тепловую обработку, да, пропариваем как следует и пропаривая растягиваем. То есть прямо вот, ну, мне это было бы легко сделать, потому что я не использую синтетику никакую, искусственные ткани, искусственные волокна, когда все натуральное нормально, пропарить нормально, легко. Вот. Но вообще это тоже решается на уровне шаблона для валяния. Я вообще в таких вот плечевых изделиях очень четко, во-первых, направление раскладки важно, и, во-вторых, я все-таки даю припуски на облеганиях близкие к припускам стандартных для швейных изделий. Тогда вот, по крайней мере, вот этот вот момент шильны, он не становится проблемным. Следующее – это момент наоборот – широкая спинка. Широкая спинка возникает, когда вы делаете шаблон. Допустим, ну, вот он у вас плоский шаблон, не 3D, а именно плоский шаблон, и вы сделали перед спинкой одинаковые ширины. Сзади на спинке обязательно возникнут какие-то складки и провисания. Если вы их станете просто подваливать, подкатывать от середины, да, будьте готовы к тому, что спинка сильно уплотнится по сравнению со всем остальным изделием. Иногда это может съесть фактуру, рисунок ткани, то есть это просто очень сильно, вроде бы, силуэт исправит, но испортит внешний вид и свойство войлока. Значит, опять-таки, с этим надо справиться на базе выкройки и разработки шаблонов. Можно делать шаблон, в котором и перед, и спинка одинаковые, казалось бы, ширины, но там есть особые хитрости, и вот я на своем вебинаре по жилетам буду показывать как раз вот этот простой, совершенно элементарный способ, когда все регулируется за счет проймы. Я пока ни у кого этого варианта не видела, хотя я им пользуюсь уже много лет, но это можно отрегулировать для того, чтобы спиночка такая была, как влитая просто, чтобы сидела красиво-красиво. Что у нас, да, ну вот, собственно, все то, что я вам вот сейчас перечислила, это и есть еще другие проблемы. Это все действительно проблемы кроя, неправильная неточная выкройка и неправильный шаблон для валяния. И плюс к этому проблемы раскладки и неравномерного уваливания или недавала перевала. Вот эти все моменты, ну, как бы это критично, это действительно критично. На своем вебинаре вот сейчас я буду очень много этому внимания уделять, потому что многие перешли на валяние из войлока только балахонов. Я с огромным уважением и симпатией к стилю Гоха, допустим, да, или к фриформам, к оверсайзам отношусь. Это модно, это здорово, но хорошую посадку вещей по фигуре никто не отменял. И эти вещи, они, вот если, допустим, какие-то оверсайзы могут уйти со временем, то вещи с хорошей посадкой по фигуре, они будут актуальны всегда. Будете ли вы валять для себя, будете ли вы делать это на заказ. То есть, ну, вот это надо уметь, да, то есть, как бы делать хорошие, качественные, базовые, отличные вещи. Но нам же, войлочникам-то, мы не ищем лёгких путей. И у валенной одежды есть ещё проблемы, которые вот сразу сделал вещи, первый раз её надел, и кажется, всё идеально. И вдруг начинает пузырём, извиняюсь, на попе вытягиваться юбка какая-то, или сарафан, под грудью складки, заломы некрасивые, или, допустим, вроде бы всё ничего, но посидели, а если у вас есть животик, вдруг, особенно вот когда вот посидели в этой одежде, такие складки некрасивые, они фиксируются на войлоке, и по бокам такие складки, они вот, ну, как гармошка такая прям появляется, или вытягивается на животе войлок некрасиво. То есть вот такие вот моменты возникают. Они видны не сразу. То есть происходит деформация войлока в процессе эксплуатации. Причём частями, то есть складки, заломы, вытягивание вот это в проблемных зонах. И эта деформация не всегда исправима тем, что вот в юбке проходил, на попе вытянулась, пришёл домой, взял её, отпарил, не всегда возвращается на место. Почему это происходит? Да? Ответ у меня на это один вопрос. Ответ, да? Он очень простой, этот ответ. Это недостаточное знание свойств материалов. А недостаточное знание свойств материалов ведёт к тому, что вы их неправильно используете. Это опять-таки раскладка, послойность, нету армирования проблемных зон, а оно необходимо. Не созданы на вещах ребра жёсткости. И такая одежда выходит из строя. И очень обидно, что усилий-то приложено много. А заказчикам, как нашим, обидно, когда они за это дорого платят и рассчитывают вещь потом долго носить, чтобы она была красивой. Нам самим обидно за свою одежду. Как же так? Вот она была и испортилась. Но мы-то хотя бы потом переделать можем. Можем посильнее увалять, сделать бушмаки или сумку. Заказчик этого сделать не может. Он может только нам потом претензию предъявить, и вот мы будем обижаться. Надо же, человек два месяца поносил там жакет за 40 тысяч и принёс, и сказал, что деформировался, ещё бы позже принёс. Нет, человек имеет право на такую претензию, если вещь так быстро вышла из нормального состояния, вышла из строя. Ну вот как бы, чтобы этого не было, проблемные зоны действительно надо фиксировать. Тут надо изучать, как это работает в бойлоке. И есть алгоритмы, в общем-то, несложные. То есть решение этой проблемы есть. Я этому хочу много посвятить. Внимание у нас двухдневный вебинар будет на эту тему, потому что я потратила на это годы реально. И ко мне заказчики уже давным-давно приходят не с претензиями, а с тем, чтобы сделать вещи там ещё, ещё за повторными заказами, а не для того, чтобы, ну, как-то вот там со мной разобраться или попросить что-то там переделать или реставрировать. То есть для того, чтобы ситуация у вас была точно такой же, я, в общем, вас приглашаю, чтобы вот сидела, да, вот надо жакетик, чтобы ни одной морщиночки, ничем, никакими редакторами это не обработано, чтобы корсетный жилетик, да, там был полуприлегающий, здесь корсетный жилетик на стабилизаторах, здесь мягкий, но хорошо тоже, нигде ничего не сборит. Коротенький жилетик, но никаких сборок, ни вокруг проймы, ни по бокам, ничего не провисает, ничего не натягивается через меры. Вот, полуприлегающий фасончик, смотрите, никаких сборок на боках, никаких заломов и складок. Чтобы делать такие вещи, я вас зову на свой вебинар. Субтитры сделал DimaTorzok